О том, что Господь дал откровение людям, чтобы знали, что будет дальше. Что за все эти дела, которые творятся, будет суд Божий. И самая радостная вещь, что Иисус Христос умер за грехи людей распятой, и воскрес третий день. И сегодня зовет всех к покаянию. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Миллиарды дизлайков вековечные. Да, ну, что интересно стало. Слушай, это было. Вы Слово Божие читали? Не-не-не, вот у меня бабушка была, она молилась каждый день, для чего? Ну, у вас дома есть эта книга? Ну, есть, есть, а вот смотри. А показать можете? Показать можете? Ну, сейчас, секундочку. У меня бабушка была, она молилась каждый день, 8 часов, 6 часов утра, для чего? Ну, бабушка-то сама за себя ответит. Ну, а вы-то Библию имеете в доме? Считаете ее? Ну, да-то, конечно, я все читал. Ну, покажите Библию, не обманывайте. Почему я не обманываю? Не можете. Как у нас парализованный говорил Сергей, одни брехуны. На 100 человек, говорят, Библия есть, и никто не покажет. Взвестить волю Божию. Что ждет людей за все? Все надо, куда идти? Вы хотите сказать, что у вас другая книга? Да, есть. И вы хотите сказать, что вы ее считаете? Да, считаю. Так, прочитайте, что написано. Ну, как так, по слогам не можете прочитать. Переведите на русский язык. На русский не переводится. Вот еще новинка. Такого не слышал даже. Не переводится. Только звуки издает, как человек говорит, бессмысленное животное. Человеческий язык все переводится. А то такая-то мя-мя-бя-бя. А переводить нельзя. Почему? Потому что это животное. Верите? Считаете Слово Божие? Верим. Верим, да, верим. Вы знаете, что за этой жизнью, другая жизнь идет. После суда Божия. А, да, еще раз можно? Вы знаете, что суд Божий будет после смерти. Да. И одни пойдут в рай, а другие в ад. Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вы это слышали? Нет, нормально. Да. А вы знаете, кто такой Иисус Христос? Да. А кто это? Бог наш любимый, единый. Вы товарищу скажите, горе смеющимся ныне. Ибо вас плачете и возрыдаете, Библия говорит. И вы не знаете, что за смертью существует суд Божий за все, что человек делает. Это вы знаете? Да, да, есть. Да, конечно, слышали. И вы хотите сказать, что у вас другая вера, да? Нет. И вы можете считать? Нет. В этой книге тоже написано, что творит кто мерзость, и он будет отвечать и мучиться в аду с сатаною. Ну да. Ну так вот и все. А спасение дает Иисус Христос, который распятый был на кресте, и в третий день воскрес, и дарует прощение. Говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Миллиарды дизлайков бесконечны. Сам себе изрекать будет. У вас вопросы какие есть о душе, о вечности, о спасении? О душе. Вы по-русски разговариваете, хорошо? Да, да, мы русские. Вам понятно, что я говорю? Конечно, да. Я попрошу вас, чтобы во время нашего разговора, пока не расстанемся, вы не ругались, не матерились. Это годится? Да, да, да. Хорошо. Мы верим в то, что Господь сотворил этот мир. Прекрасный и дивный, загаженный человеком. Никакая экология сегодня не может справиться с тем, что люди делают. Каждый старается вложить частицу в разрушение нормальной жизни. Где попало мусор, блудят. Самый... Грехов много, разное там бывает. Но самый распространенный грех – это разврат. Разврат. Мужчины с мужчинами живут. Вот мне один тут говорит, я ничего не могу сделать. Женщин даже я не вижу. Вот мужчина, вот это дело другое. Я хочу избавиться, но не знаю. Вы не знаете лекарства? Я говорю, я знаю лекарства, я могу тебе подсказать. А какое? Я говорю, немножко денег надо открыть визу и поехать в Саудовскую Аравию или в Тунис. И там попробовать устроить ей парад. Как здесь устраиваете. И что? Они с чего обошли тебе на голову? И с 25 этажа вниз головой. Они умеют лечить. Тамошние. Серьезные люди там живут. Эээ, сразу назад. Пьяный не знает, как излечить. Я говорю, приезжай в Новосибирск. Профессор Перепенко. Порка терапия. Порят людей. И люди отстают от зла. Это официально аргументы и факты пишут. А мы знаем другое. Иисус Христос умер и зовет с покаянием. Вот я в 23 года получил Библию в руки. У меня жизнь открытая была вся. После армии, работаю в морфлоте. Здоровье отличное, стопроцентное. Занимаюсь, учусь в высшем заведении. А внутри пустота. Для чего мне все это? Я умру, это кому надо? И в это время мне Господь позволил получить в руки Библию. Я понял и уверовал. Склонился. Через полчаса я был другой человек. Навсегда другой. И уже 58 лет несу этот радостный крест любви к Господу Иисусу, который умер за меня. Домой поехал. Брат обратился. Он сейчас священник. Пять сестер у меня обратились. Отец, мать. Когда я первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ, а в аудио начитал. Ну и другие 50 книг. Меня запрятали. Я по этапу пошел. Пять тюрем. Сколько преступников обратилось. Следователь покаялся. И это не моя заслуга. Это Бог делает. И вот сейчас мне 81-й год. Мы строим православную деревню с нуля. Получили статус официальный. Поселиться можно, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. А потом своими силами, на свои средства построить, завести хозяйство. Ни одного аборта, ни одного пьяницы, ни одного развода. А в стране разводы сегодня 86% из 100 за первые три года. За время перестройки в Российской Федерации произведено 120 миллионов абортов. А во время Второй мировой войны все государства, Япония, Германия, Советский Союз, потеряли 55 миллионов. 55, а это 120. Больше, чем две мировые войны прошли в очреве, в вагине женщины. И недавно выступает президент Владимир Владимирович Путин перед Федеральным Собранием. И он больше половины своей речи говорит о демографической катастрофе. Страна исчезает. По миллиону почти в год теряют. В среднем в семье 1,7 ребенка. Даже двание, даже восстановиться не могут. О Боге, о вечности, о душе, о будущей судьбе государства и мира. Ну, давай. Мы пришли сюда с определенной целью. Возвестить людям, что ждет за то, что делают они. И объяснить, почему тут все пьют. Нигде этого в мире нет. А почему? Огонь блуда пытается затушить. Идиенский огонь, который угрожает Богу им. Самый распространенный грех сегодня это блуд, разврат. От малых детей, как писал... Уда, это кровь или что? Что? Уда, это кровь. Вы маленько помедленнее скажите. У вас как-то эхо такое идет. Что это такое? Ничего не пойму. Вы что-то хотите спросить? Непонятно. Спрэхен Си дочь? Слышно меня? Слышно меня? Слышно меня? Мы проповедуем Слово Божие. Гайлиген Бибель. Как людям спасти душу. Как получить жизнь вечную. Быть в раю, а не в аду. Ну, а рая... Вам русский язык хорошо понятен? Ну, немножко понимаю, слышно. А какой родной язык у вас? У меня родной таджикский. Какой? Таджикский. Непонятно какой. Катинский какой-то. Таджик. Казах, что ли? Таджик. Да. А, я казахом знаю. Когда меня, за Слово Божие, посадили, я у них отбывал в лагере. В каком лагере? Жанатас, Джамбульская область. Казахская СР. Я в лагере... Плохо слышно. Жалко, что не поговорить. Слова ваши прерываются. Ищи Бога. Иисус умер за наши грехи и воскрес. Вот это главное. Ну, с Богом. До свидания. Что-то узнать о Боге, о вечности. Что ждет людей за гробом. Что эта жизнь не заканчивается могилой, только начинается. Вы в это верите? Да. Да. А вы знаете, самая великая и радостная вещь, какая на земле? Не знаете. Это Иисус Христос умер за грехи наши на кресте. И в третий день воскрес. И сегодня Он призывает всех. Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. Иго мое благо, бремя легкое. Матфея, 11 глава, 28 стих. И мы пришли в это место разврата гнусности. Сейчас рулетку с Содом и Гоморру. Чтобы людям рассказать о Боге. Я вот восьмой месяц уже здесь. Мы не просто сидим, мы работаем. Рассказываем, отвечаем на все вопросы. И что, найдется, нашлись уже где-то 750 человек, которые беседовали хорошо. Некоторые нас узнали по нашим каналам. У меня большой канал на нашем Ютубе были. Увидели и сразу узнали. У меня самый большой канал на всем Ютубе. 20 500 роликов. И общий просмотр 46 миллионов. Вы можете зайти посмотреть. Мы покажем, как мы строим деревню с нуля. Какие у нас юноши, девицы. Вы таких никогда не видели. Любой, кто заходит и говорит, это не верится, что в Российской Федерации так могут жить. Вы знаете, что Господь дал откровение людям. И будет суд Божий за все, что есть. И такой рулетки, как Содому и Гоморру, гореть в огне. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И самая радостная весть, радостная, что Иисус Христос умер на кресте и в третий день воскрес, за наши грехи умер. И веруя в это, мы получаем прощение. Просим у него. Мы с этой радостной вестью пришли. Амнисия пришла.